Друзья, это видео о козах. Коза это добродушная, смышленная, любящая, знающая своих хозяев животное. Коза домашили более 9000 лет назад. Раньше домашних любимцев, кошек, работающих тружников, осликов, быстроногих лошадей и многих других животных, которых давно не причисляют к диким. Произошли козочки не от одного вида, а от смешения нескольких пород горных козлов. Основные признаки пород были внесены безоаровым козлом, который обитает на Кавказе в Малой и Средней Азии. Также свой вклад внесли винтороги и альпийские козлики. Впервые коз начали одомашивать народы Турции, Сирии, Львана, то есть очагом является Малая Азия. Свои собственные породы вывели в странах Южной Европы и Африки, а также Среднего, Ближнего Востока, в Азию и в Африку. Их завезли с целью разводить в условиях засушливых климатических условий, в которых может жить далеко не каждый домашний скот. Сейчас они составляют там наибольшее поголовье. Так как домашние козы предки горных козлов, то эти животные подсознательно стремятся к тем же условиям обитания, в которых жили их предки. Любят они возвышенности, залезать на различные постройки, на поваленные деревья, камни, могут прыгать в высоту на полтора метра. Кроме неподвижных преград, козы могут запрыгивать на спину лошади или осла, а бывает и своим братьям и сестрам. Делают они это скорее с любопытства и любви к скалолазанию, нежели по какой-то необходимости. Можно найти множество фото, где козы собираются на различные преграды или даже пасутся на дереве. Сельскохозяйственные породы коз делятся на молочных, мясных, шерстяных и пуховых. Лучшая выведенная для молока порода – зоонейская дойная коза. Это выведенная в Швейцарии животная, довольно крупного размера, высота в холке 75-89 см, вес 60-90 кг. Почти все козы этой породы имеют белую окрас, короткую шерсть, маленькие стоячие ушки, иногда сережки, и у них отсутствует рога. В среднем в сутки эти козы дают 5-6 литров молока. Причем при обилии пищи, всю полученную из нее энергию козы расходуют именно на образование молока, а не на прибавку веса. Самая распространенная из мясных пород – бурская коза. Ее выявили южноафриканские фермеры, и вес молодых экземпляров составляет 90-100 кг, а взрослые животные весят 110-135 кг. Самые большие стада сконцентрированы в Новой Зеландии, ЮАР, США. Наверняка многие слышали о бангорской шерсти. Козы одноименной породы являются основными ее поставщиками. Шерсть у них длинная, волнистая или кудрявая, свисает до самой земли. Это небольшие животные весом около 50 кг, причем 5-6 кг из которых чистое шерстяное руно. Массово разводятся в Австралии и в некоторых странах Европы. Кашмирская порода коз славится своим тончайшим легким эластическим пухом, который обладает великолепными теплоизолирующими свойствами. Невесомые ажурные изделия из пуха кашмирских коз настолько мягкие и тонкие, что шаль можно протянуть через кольцо. Внешняя схожесть коз с овцами не говорит об одинаковости и характерах. У коз не так сильно развито стадное чувство. На пастбище они не стараются держаться кучно. К тому же они намного хитрее и сообразительнее овец. Козочки любят исследовать новые территории, находить различные лазейки на новые пастбища. Хотя если привести козу на новое место, то первое время она будет держаться неподалеку от своего хозяина. Но это отнюдь не показатель их трусости. В отличие от овец, козы вполне способны защищать козлята от небольших хищников. Козы достаточно умные животные, их можно дрессировать. Они способны самостоятельно находить своих лев, спокойно ходить на поводке, возить легкие грузы. Бывает, они привязываются к одному хозяину и дают доить себя только ему. Эти игривые животные любят залезать на возвышенности, их нередко можно увидеть на крыше дома или на дереве. Если козочки пасутся в одном стаде с овцами, то можно выделить их чистоплотность. Они не пойдут в пыли рядом с плотной толпой овец и на водопой не полезут с ногами в воду, как это сделают овцы. А аккуратно встанут на колени и попьют чистой воды. Козы животные неприхотливые. Главное обеспечить им теплое содержание. В условиях холода и высокой влажности они могут заболеть пневмонией или отравиться ядовитой травой. Чтобы молоко было вкусным, не горчило, нужно выбирать пастбище, где нет таких трав, как полынь. При содержании в стойлах животных не нужно привязывать, разве только самых дрочливых. В одно стойло стараются поместить примерно одинаковых по возрасту и размеру. Козам нужно обеспечить тепло и отсутствие сквозняков в зимний период. Козы практически всеядны. Они поедают очень многие виды растений, причем могут выдергивать их с корнем, что плохо сказывается на дальнейшем озеленении пастбища. Кроме травы они едят и кору деревьев, ветки, листья. Также любят пробовать на вкус совершенно несъедобные вещи. Окурки, веревки, бумажные пакеты. В зимнее время их кормят отходами с людского стола, варяными корнеплодами, но обязательно нужно включать в рацион сена. Осенью животные подбирают земные яблоки, это заметно прибавляет удои. При содержании в загоне необходимо давать им не менее 8 килограмм травы в день. Половозрелость наступает в 3-6 месяцев, но полностью развиваются козлики лишь к 3 годам. Устраивать случки нужно не ранее, чем в возрасте полутора лет. Один козел может покрыть стадо от 30 до 50 коз. Наступившая беременность развивается 145-155 дней и закачивается родами от 1 до 5 козлят. Малыши рождаются сразу с шерстью и хорошим зрением, уже через несколько часов бодро скачивают вокруг матери. Продолжительность жизни составляет 9-10 лет, максимум 17, но для использования в сельскохозяйственных целях пригодны животные в возрасте до 7-8 лет. Несмотря на всю пользу коз для человека в диком виде, они вредят экосистеме и попали в список опасных инвазивных видов. Они съедают большое количество травы, способствуя эрозии почвы, а также являясь конкурентами для более прихотливых животных, которые просто вымирают от недостатка пищи. Поэтому популяцию коз истребляли на 120 островах, на которые они были завезены ранее. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!